Пассажирский Boeing 747 южнокорейской авиакомпании Korean Airlines выполнял регулярный рейс KE-007 по маршруту Нью-Йорк-Сеул с посадкой для дозаправки в Анкоридже на Аляске. На борту самолета находились 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Маршрут пролегал над Тихим океаном, огибая территорию СССР. Однако пролетая в районе радиомаяка Бетель, последнего пункта контроля на американской территории, самолет отклонился от намеченного курса на 20 километров в северо-западном направлении. На первый взгляд ситуация была штатной и не давала оснований для тревоги. Тем не менее, пилоты даже не подозревали, что своими действиями совершили страшную ошибку. 31 августа 1983 года Boeing 747 вылетел с Нью-Йорка и около полуночи прибыл в Анкоридж для дозаправки. Пополнив запасы топлива, самолет покинул Анкоридж и взял курс на Сеул. Его запланированный маршрут должен был проходить восточнее Камчатки, огибая территорию СССР, а затем над Японией. Однако с самого начала полета лайнер начал немного отклоняться от намеченного курса. Но если изначально ошибка составляла каких-то 20 километров, то по ходу полета она только увеличивалась. Ситуация еще больше осложнилась пересечением с находящимся в воздухе американским самолетом-разведчиком RC-135. По словам советской стороны, в определенный момент он и пассажирский Boeing сблизились настолько, что слились на экранах дальних радаров в одну точку. Но если RC-135 впоследствии удалился в направлении, совпадающем с международным воздушным коридором, то Boeing 747 продолжил движение в сторону Камчатки. С этого же момента советские радары вели пассажирский самолет, считая, что это американский военный разведчик. Гражданские пилоты летели в сторону советских границ, вовсе не подозревая о своей страшной ошибке. К слову, здесь нужно сделать ремарку о том, что после событий в Афганистане, прихода ко власти в Вашингтоне Рональда Рейгана, а в Москве Юрия Андропова, советско-американские отношения упали до низшей точки со времен Карибского кризиса. А потому неудивительно, что на перехват пассажирского Boeing 747 поднялись 6 истребителей МиГ-23. Они сопроводили подозрительный объект над Камчаткой и вернулись на базу, когда он покинул советское воздушное пространство и продолжил полет над Охотским морем. Однако спустя некоторое время Boeing вновь пересек советскую границу, на этот раз над Сахалином. В тот момент максимальное отклонение от обычной трассы достигло уже 500 километров. Навстречу Boeing вылетел перехватчик Су-15, которым управлял пилот Геннадий Николаевич Осипович. Он догнал нарушителя и некоторое время сопровождал его, находясь вне зоны видимости пилота оффлайнера. Затем он сделал несколько длинных предупредительных очередей из авиапушки, вот только не трассирующими снарядами, а обычными бронебойными. Следовательно, пилоты Boeing просто-напросто ничего не заметили. Также пилот истребителя не пытался связаться с самолетом по радио, ведь это требовало перехода на другую частоту. Тем временем пилоты Boeing принимают решение подняться на новый эшелон, где меньше расход топлива. Самолет начинает набор высоты и снижает скорость. И в этот же момент Осипович получает приказ на уничтожение цели. Боингу-нарушителю остается лететь в воздушном пространстве СССР каких-то 3 минуты. Его пилоты до сих пор не подозревают, что отклонились от курса и находятся на враждебной территории. С земли требуют срочно уничтожать цель, пока она не улетела. Осипович включает форсаж, задирает нос и с интервалом 2 секунды выпускает по пассажирскому Боингу две ракеты Р-98. Одна из них пролетает мимо, а вот вторая попадает в заднюю часть фюзеляжа, повредив системы управления. Через 12 минут после атаки рейс КИ-007 рухнул в пролив Лаперуза и при ударе о воду полностью разрушился. Информация о трагедии появилась в советской печати лишь 2 сентября. ТАСС выпустил следующее заявление. В ночь с 31 августа на 1 сентября самолет неустановленной принадлежности со стороны Тихого океана вошел в воздушное пространство над полуостровом Камчатка, затем вторично нарушил воздушное пространство СССР над островом Сахалин. При этом самолет летел без навигационных огней, на запросы не отвечал и в связь с радиодиспетчерской службой не вступал. Поднятые навстречу самолету-нарушителю истребители ПВО пытались оказать помощь, выводя его на ближайший аэродром. Однако самолет-нарушительно подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря. Но несмотря на желание советской пропаганды не замечать сбитый самолет, в окружающем мире остались другие государства. В Южной Корее и США прошли многотысячные акции, исшествия против действий СССР. Репутацией Советского Союза был нанесен колоссальный ущерб. 6 сентября американцы на заседании Совбезоон представили детальные расшифровки советских радиопереговоров и карты полета пассажирского лайнера с отклонением от курса. Отрицать сбитый самолет было безумием. А потому к 9 сентября была подготовлена пресс-конференция, на которой начальник генштаба Маршал Огорков представил советскую версию произошедшего. Маршал выразил сожаление из-за гибели людей и возложил вину за произошедшее, как вы думаете на кого? Конечно же на Америку. По советской версии, инцидент был тщательно спланированной акцией США по вскрытию системы советской противовоздушной обороны. Последней надеждой СССР доказать то, что самолет являлся разведчиком, была попытка поднять черные ящики сбитого Боинга раньше американцев. Чтобы оказаться первыми, была проведена целая спецоперация с фальшивыми маячками и имитацией работ над ними. Пока американцы отгоняли советский корабль и работали в этом районе, советские корабли подняли настоящие черные ящики. Однако радости это им не принесло. Разведывательной миссией и не пахло. Корейские пилоты до самого последнего момента не подозревали о том, что отклонились от курса. Записи сразу же были засекречены. И только в 1993 году, по указанию Бориса Ельцина, они были переданы ИКАО, Международной организации гражданской авиации. Итого, спустя 10 лет после инцидента, бортовые самописцы показали, что Боинг летел с постоянным магнитным курсом под управлением автопилота. Комиссия по расследованию пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной отклонения от намеченного маршрута было то, что пилоты Боинга неправильно настроили автопилот и затем не делали надлежащих проверок для уточнения текущих координат. И таким образом, нарушение воздушного пространства СССР было неумышленным. Субтитры создавал DimaTorzok